Теории мироустройства существует огромное количество. Их диапазон простирается от откровенной фантастики и заканчивается вполне себе рациональным научным осмыслением окружающей действительности. И сегодня мы с вами попробуем проанализировать с физической точки зрения одну из очень популярных теорий, которая называется теория симуляции. Меня, как и раньше, зовут Юрий Трифонов, и сегодня мы с вами анализируем теорию симуляции, которая, в общем-то, является очень интересной и вроде как отвечает на множество вопросов. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Обязательно читайте ссылки под роликом. Ну и переходим к делу. Что такое теория симуляции? Ну, конечного определения здесь нет. Несмотря на то, что многие даже физики и ученые эту теорию пытались раскачивать и прорабатывать ее, есть некоторое представление. И вот по этому представлению теория симуляции описывает наш мир как, собственно, компьютерную симуляцию. Теория симуляции говорит нам о том, что все, что мы видим, является программой. Программой в том или ином виде. Довольно-таки неплохо теория симуляции была описана в знаменитой матрице. И, в общем-то, если проанализировать то, как создаются компьютерные игры, как работает программирование, как работает компьютер вообще, тут нет ничего сложного. И тогда нет ничего сложного и в физике процессов. И вот если мы с вами попробуем найти, где теория симуляции пересекается с реальной физикой, мы, конечно же, это сможем найти. Вопрос, сможем подтвердить или нет, это уже отдельная песня, которую мы оставим на самый конец обсуждения. И, в общем-то, чем проста теория симуляции, чем она сильно облегчает жизнь? Да тем, что любую вещь, которую мы не можем объяснить, мы можем объяснить симуляцией. Любое совпадение, которое случайно произошло, мы можем объяснить симуляцией. Любой парадокс, который произошел, мы тоже можем объяснить симуляцией. Это сильное рассуждение упрощает, но делать ли их адекватными в действительности или нет, мы, к сожалению, пока сказать не можем. И вот давайте мы с вами разберем, скажем там, пять основных примеров, которые можно обозначить как точки пересечения физической теории с теориями симуляции. Итак, наверное, самое интересное здесь все-таки материя. Как вы помните, у нас был ролик, есть где-то в описании или там в ссылках, ссылочка на него обязательно посмотрите, если не помните, про природу материи. Там было такое занятное название, что наука до сих пор не знает, из чего состоит материя. В общем-то, это действительно так. Если вы попробуете проанализировать, как устроен атом, вы начнете его делить, найдете электроны, протоны, нейтроны и много чего еще. И в конечном итоге упрётесь в то, что делить-то больше некуда, значит, что такое атом с точки зрения вообще современной физики? Ну, физик-то это описывает больше как по классическому восприятию делается. Модель Резерфорда, которая усовершенствована, модель Шрёдингера. Каждая внутренняя частица к этому приходит. Но вот где, собственно, та точка опоры, на которую стоит облокотиться, когда мы ищем ответ на вопрос, что такое материя? А её до сих пор нет. Есть множество гипотез, представлений и чего угодно. Но самое тут интересное, что когда мы вот так вот дробим атом на частички, когда мы ищем мельчайшую частичку, мы рано или поздно должны прийти к какой-то вот этой вот единичке, единичной материи, из которой всё построено. Но пока варианта два. Или продолжать дробить дальше, или признать, что единичная частичка – это есть информация. Вообще термин информация в физике тоже подвешен. У меня было много статей на эту тему. Я пытался проанализировать, что такое информация и что там такое теряется даже в чёрной дыре. И так вот адекватных физических ответов на вопрос информации я и не нашёл. Из того, что удалось выводить, получается, что вот та самая физическая информация, которая постоянно упоминается, это именно что есть программный код. Если это программный код, то материя является результатом отработки этого программного кода по некоторой модели. Это значит, что была некоторая матрица, сейчас мы не про фильм говорим, а про математику, в которой существовало некоторое уравнение, описывающее ту или иную материю. В эту материю закачали энергию, грубо говоря, опять говорю, вот так просто, чтобы всем было понятно и не скучно. И эта энергия заставила матрицу стать материей. О чём это говорит? И даже так спрошу, ничего это не напоминает? Ну, если вы когда-то работали в сфере программирования, если вы когда-то занимались разработкой компьютерных игр, вы прекрасно понимаете, что, в общем-то, это наполнение объекта точками. Фактически, структура материи с точки зрения информации физики является повторением того, что мы делаем на экране, когда рисуем, например, Марио. Если вы проанализируете устройство материи, вы поймёте, что материя на самом деле состоит практически из пустого места. Если опустить даже факт того, что мы не понимаем, чем материя является, можно посмотреть на структуру любого материала. Проще всего это сделать в металлах, потому что там есть кристаллическая решётка и есть узлы кристаллической решётки. И вот между частичками что-то находится. Про это тоже был ролик, тоже советую посмотреть на канале. И там мы тоже сказали в итоге, что наука не знает, что находится между частичками. Потому что, правда, никто не знает. По сути, получается, что там пустота. И если даже предположить, что там находится некоторая квантовая пена, расположены какие-то квантовые поля, да что вообще угодно, то так или иначе там присутствует пустота. Простой человеческий глаз должен воспринимать это как пустоту. Но мы-то с вами видим материю, окружающие объекты, металл эти самые из кристаллической решётки, как некоторое материальное тело. Почему? Потому что есть некоторая специфика взаимодействия света с предметами. Но тут можно углубиться сейчас в физику отражения, в физику восприятия света и так далее. Но тут интересно что? Что, грубо говоря, программный код заставил нас видеть материю такую, какая она есть. Следующий момент, который хочется тут упомянуть, это парадоксы физики. Парадоксов физики существует огромное количество, и мне всегда очень нравится их коллекционировать. Я на канале их всегда выписываю, всегда, собственно, собираю некоторую коллекцию. Кстати, если на Телеграм-канал проекта ещё не подписан, ссылочка в описании, обязательно подпишитесь, потому что основная жизнь проекта сейчас именно в Телеграме. И вот там я регулярно нахожу какие-то интересные парадоксы и выкладываю их, в общем-то, в общую ленту проекта. И парадоксы бывают самые разные. Начиная там от какого-нибудь парадокса Ферми, который к физике не совсем относится. И кончая, например, ну какой можно парадокс взять? Какой-нибудь парадокс квантового кота или парадокс квантового чеширского кота, который ещё более сложный, примерно тоже статейка была. И вот эти парадоксы, они переворачивают физику с ног на голову. Получается, что физика не может ответить на вопрос, почему так происходит. Фактически, что такое парадокс? Парадокс – это явление, которое не вписывается в стандартную модель. И вариант тут два. Первое – или это модель не совсем объективна, потому что у нас знаний недостаточно. И вспомните ролик про физический парадокс, который, конечно же, на канале был, мы это обсуждали. Мы пришли к выводу, что, скорее всего, парадоксы появляются из-за того, что физика пока просто технически не доросла до способа объяснения этих явлений. Но парадокс может быть и обратной штукой. Это может быть сбой матрицы, то самое дежавю. Следующий момент – это пространство-время. С этим вообще всё очень интересно. Ну, пространство-время я специально смешал, потому что это дело такое чисто Эйнштейновское, оно так легче запоминается. Но нам можно взять либо одно пространство, либо одно время, или, в принципе, взять измерения. Что такое пространство с точки зрения физики? Ну, я вот сколько не искал определения объективного, я тоже его не нашёл. В конечном итоге из того, что удалось выцепить из множества статей, получилось, что пространство есть некоторая локация, обладающая некоторыми измерениями, определённым их количеством. Кстати, непонятно, конечным или неконечным количеством. И способным внутри, в рамках этого объекта реализовывать какие-то функции. Ну, вот знаете, мне это сразу напоминает среду разработки. Вот у нас на информатике был занятный опыт в школе. Мы на базе Elder Scrolls Construction Set собирали игру. В этой игре мы, собственно, что делали? Это была вот некоторая зона трёхмерная. В этой трёхмерной зоне можно было поместить какие-то объекты, которые уже запрограммированы. И этим объектам задавать некоторые свойства. Помимо этого, можно было писать скрипты, и объект начинал делать то, что мы в скрипте прописали. Ну, вот, я не знаю, мне это на 100% напоминает взаимодействие пространства физики и описание того, что физика описывает как законы физики. Законы физики при этом становятся функцией у пространства. А само пространство является той зоной, в которой всё происходит. Самое главное и представить, это значительно проще именно в такой форме. Следующий момент – это математическая физика. Я знаю, что многие из присутствующих математическую физику не любят, недолюбливают, постоянно пишут про это в комментариях. Но я вам скажу, что математическая физика – штука довольно объективная. Как это работает? Ну, давайте медным палкой и верёвкой попробуем это проанализировать и попробуем объяснить это тем, кто совершенно не понимает связи этих вещей. Математическая физика – это способ описания действительности, который строится на математической закономерности. Скажем так, у нас есть круг, у круга есть математическая формула. Для того, чтобы описать объект кругу и формула, мы будем использовать так или иначе эту закономерность. Если мы с вами описываем какое-то пространство, в котором есть круги, и постоянно используем эту формулу, разве можно сказать, что мы с вами неправильно опишем это пространство? Ну, как говорится, хейтер скажет, что, конечно, можно, а на самом деле, скорее всего, нет. И вот так же математическая физика. Математическая физика, грубо говоря, строится на том, что учёные представляют некоторые математические закономерности, существующие в нашем мире, в нашем пространстве, времени, и понимают, что если какой-то процесс протекает, то он будет подчиняться стандартным законам, он будет работать по шаблону. И если мы этот шаблон начнём развивать отдельно от явления, которые пока не видели, то этот шаблон укажет на такие явления. В общем-то, это отвечает на вопросы, как там тот же Эйнштейн выводил свои теории, как там появились уравнения Максвелла и так далее. Сначала это выводилось на бумажке с помощью математики, а только потом физики находили какое-то реальное проявление обнаруженного явления уже, грубо говоря, в окружающем мире. И вот, опять же, ничего вам это не напоминает, но это же формула, которая описывает реальное положение дел физики. Ну а следующий момент, на который стоит обратить внимание, это, конечно же, квантовая физика. Эта физика принципиальным образом отличается от классической физики. В этой физике есть такие приколы, то квантовая суперпозиция, квантовое туннелирование, что там ещё, очень много всего, вот эти всякие модели Шрёдингера, вероятностная модель, всё это плоды изучения квантовой физики. Многие говорят, что квантовая физика полный бред, и сразу там, грубо говоря, говорят, что нужно всё это сливать. Но, по всей видимости, квантовая физика всё-таки имеет некоторую почву под ногами, и квантовая физика – это всё-таки реальная наука. И в квантовой физике тоже есть огромное количество парадоксов. Тут стоит только вспомнить эффект наблюдателя. Тот самый спорный, сложный, и тоже про него ролик на канале был, если помните. Если не помните, найдите, посмотрите. Эффект наблюдателя имеет различные трактовки. По одному из представлений эффект наблюдателя строится на том, что в процессе наблюдения происходит воздействие на эту частицу, квантовая система переходит из вероятностного состояния в реальное, и происходит, собственно, её формирование в том виде, в котором она должна была состояться. Есть и другой взгляд, что существуют некоторые скрытые параметры, которые уже существовали много раз, и нужно их просто, грубо говоря, выбрать. Есть представление о том, что вроде как существует некоторый мир, некоторые картины мира, где вероятностным является именно наступление того или иного состояния квантового объекта. И вот, мне кажется, этот взгляд наиболее правильный. Но так или иначе, поспорить с тем, что существует эффект наблюдателя, очень сложно. Кроме того, на этом эффекте сейчас работают квантовые компьютеры, и говорить о том, что это полная ерунда, ну, конечно же, нельзя. Кстати говоря, в телеграм-канале проекта я веду рубрику «Квантовый компьютер», где мы вот без вауэффект, как это называется, пытаемся разобраться с принципом его работы. Поэтому обязательно почитайте. Под тегом «Квантовый компьютер» в телеграме вы найдёте очень много чего интересного. И вот такое положение дел сложно описать с точки зрения классического представления действительности, но очень легко описать с помощью теории симуляции. Сюда же прекрасно вложатся вот эти элементы классической физики, развитой Эйнштейном в теориях относительности, где происходит деформация пространства, замедление времени, где происходит гравитационное линзирование, где существуют чёрные дыры, которые, в общем-то, представить очень сложно, и где существует огромное количество измерений, что уже следует из теории струн. Всё вот это прекрасно коррелирует с теорией симуляции. И опять повторюсь, я вас не агитирую за теорию симуляции, мне просто самому это интересно разобрать, потому что порой только так можно хотя бы для себя это объяснить. И, как я уже говорил, поскольку я в детстве переиграл практически все приставки, начиная там с ZX Spectrum и кончая Dreamcast, там после этого уже компьютер появился, я виртуальный мир воспринимаю очень легко. Для меня все закономерности, которые есть в виртуальном мире, просто воспринимаются как нечто должное. Там, ну, есть, допустим, там игра, есть там какая-то функция. Ну, да, есть. И помните великоректный слоган, кажется, у великого дракона был «Мы верим, что этот мир реален». Ну, что же, в принципе, поспорить с этим сложно, потому что, как я вспоминаю, когда ты начинаешь играть в видеоигру, то ты настолько туда вливаешься, что реальность, в общем-то, и не кажется невероятной. Очень часто под такими рассуждениями в комментариях пишут «Ну, возьми молоток, ударь себе по пальцу, опа, и вот у тебя мир реален». Как это может в виртуальном, если тебе больно? Господа, а что мешает запрограммировать все эти функции? Ничто не мешает запрограммировать молоток, его прочность, твердость, другие параметры и запрограммировать боль. Собственно говоря, даже современное положение компьютерных систем позволяет создать такой мир, который полностью будет работать с человеческим сознанием. Ну, а если можно создать уже в той реальности, которая у нас есть, дополнительную виртуальную реальность, которую человек будет воспринимать как реальную действительность, как вы думаете, можно ли создать симуляцию всего, что вокруг нас есть, с помощью каких-то более серьезных систем? Какие системы это, кто это сделал, для чего это сделано и почему, это вообще очень такие философские вопросы, мировоззренческие вопросы. Но так или иначе, поспорить с самой теорией симуляции, мне кажется, очень сложно. И, друзья мои, тут самый главный аргумент за теорию симуляции или против нее. Современная физика, современная наука не может не доказать, что симуляция существует, не опровергнуть, что симуляция существует. Если вы с этим не согласны, попробуйте найти хотя бы один труд, который объективно отрицает теорию симуляции. Или, как противовес этой логике, попробуйте найти хотя бы одну работу, которая объективно подтверждает существование теории симуляции. Поэтому, друзья мои, я предлагаю вам воспринимать эту логику как еще один взгляд на происходящее, воспринимать эту логику как еще один вариант физической модели мира, объективный или нет, наверное, пока судить рано, но существующий. Надеюсь, что вам было интересно, желаю вам всего самого наилучшего, до новых встреч, не забывайте подписываться на канал, обязательно подписывайтесь на телеграм-проект, где сейчас основная движуха, обязательно подписывайтесь на второй мой телеграм-канал про изобретения, где теперь мы разбираем, собственно, основы ТРИС и то, как вообще делаются изобретения. Ну и остаемся с вами на связи, до новых встреч, всем пока!